Продолжение следует... Второе и третье место. И мы начинаем с третьего места. Абсолютно обоснованно сказал Александр Андреевич. Ой, господи. Андрей Александрович. Андрея периодически называю не так, но он уже привык и терпит. Прошу прощения. На самом деле, приглашаю на поздравление и награждение Бабенко Александра Александровича, который занял третье место. Александр у нас является выпускником Саратовской государственной юридической академии. Мы очень рады дать ему возможность... Сначала подарки, а потом... А потом, Александр, есть пару минут, чтобы сказать то, что вы хотите сказать о своей работе. Уже призовалась сертификация. Да. Денежные премии, они самые как бы стимулирующие части для продолжения этой работы. Это тоже... Вы несколько слов. Не знаю. Коротко скажу, моя работа была посвящена правовому регулированию генеративных нейросетей в контексте голосовых генеративных нейросетей. То есть все мы знаем, что сейчас уже любой пользователь интернета может бесплатно, за небольшую плату, клонировать голос любого человека и синтезировать его речь. Любую. В тех или иных целях. Очень часто и неправовых дань, незаконных, преступных и тому подобное. Ну и собственно в работе я рассмотрел, что такое клонирование, синтез речи. Причем на своем собственном голосе я воспользовался одним из сервисов и предоставил ему трехминутную запись своего голоса. И была создана цифровая копия моего голоса, с помощью которой я затем озвучил четыре преамбулы конституции разных государств, в том числе России, США, Японии и Франции. И на иностранных языках. То есть в каждой конституции была озвучена преамбулу конституции на своем оригинальном языке. И собственно мой голос не отличался нигде. То есть я узнавал свой собственный голос. Тем, кому я показал эти записи, тоже узнали мой голос. Ну и собственно на своем примере пожертвую свой голос ради науки. Я могу сказать, что сегодня, когда мы говорим, когда мы где-то выступаем сейчас, то есть наш голос не защищен. Абсолютно в любой стране, в том числе в России, то есть было проанализировано правовое регулирование текущее данного вопроса. И пришел к выводу о том, что ни в США, ни в Китае, ни в России, я брал эти три страны, голос человека, право на голос, оно не защищено от таких генеративных нейросетей. Ну и было предложено некоторая идея, как можно урегулировать данную проблему, в том числе в России. Ну как-то если коротко так. Спасибо. Тут сейчас один подарок, но я можно прокомментирую. На самом деле, буквально недавно была конференция, на которой обсуждалось мир и сети, как раз дипфейки, использование голоса, не обязательно дипфейки. И было сказано, что те, кто очень много выступили уже за эти годы на конференциях, чей визуал, чей голос уже в интернете хранится, они в первую очередь будут как раз подвержены дипфейкам. А те, кто особо не были в этом замечены, их пока не так-то легко подделать. Так что, вот интересный момент. Зря старались, выступая в интернете. Еще один. Александр Ильич, меня уполномочили от Центра международных сравнительно правовых исследований вручить вам приз на литературу. Так что спасибо большое за вашу работу, мы очень рады. Поздравляем. И переходим ко второму месту. Мы научились уже за годы поздравлений, мы научились говорить в НИСОН. Второе место у нас занял Караулин Константин Константинович. Тема перспективы принудительного лицензирования объектов авторских прав Российской Федерации на примере опыта Республики Беларусь. Аспирант первого курса. Он у нас здесь? Нет. Константин, нет? Нет. Вы все равно дожди. Мы его аплодируем. Мне очень стыдно, потому что я, в принципе, работаю в этом ВУЗе, и придется научному руководителю этого аспиранта высказать пару негативных слов за то, что не организовал. Ну, тем не менее, мы переходим тогда к поздравлению... Победителя, абсолютного победителя. Да, занявшего первое место Чернышев Матвей Сергеевич. Аплодисменты Матвею. Матвей у нас представляет Санкт-Петербургский государственный университет, первый курс магистратуры, и писал тему проблем правовой охраны алгоритмов. Он уже сказал об этом, когда выступал, поэтому я думаю, что он сейчас расскажет про свою работу дополнительно. На другую сумму, между прочим. Коллеги, большое спасибо, очень приятно стоять здесь. Сначала начну с благодарностей. Большое спасибо организаторам этого конкурса, которые очень стараются популяризовать направление права интеллектуальной собственности, его научное развитие. Мне кажется, это очень важно и для нашего общества, и для государства. Поэтому отдельное вам спасибо. Во-вторых, хочу поблагодарить свой университет, свою альма-матер, Санкт-Петербургский государственный университет. В стенах этого места я полюбил науку, и отдельное спасибо хочу выразить своим преподавателям. В частности, есть один преподаватель, которому я хочу сказать особое спасибо. Это Архипов Владислав Владимирович. Этот человек умеет вдохновлять очень сильно. Отдельное ему большое спасибо. И я хочу сказать спасибо моей семье и моим друзьям, которые меня поддерживали в моей работе. Ну и про работу. Моя тема звучит как проблема правовой охраны алгоритмов. Я определил алгоритм как некоторую идею, которая представляет собой последовательность каких-то шагов, выполнение которых приводит к какому-то конкретному результату. То есть если рассуждать сходу, то это может восприниматься как абстрактная идея. Однако с помощью инструментов патентного права такая идея может тоже получить правовую охрану. В частности, в России она может охраняться, если она будет иметь выраженный технический результат. И вот я рассматривал вот эту проблему на примере охраны так называемых компьютерно реализуемых решений и на примере бизнес-методов. То есть оба этих явления представляют собой какую-то последовательность и рассматривал вот те инструменты, которыми вот эти явления могут защищаться. Ну и еще я немножко затронул авторское право и ноу-хау. Вот. Но основной упор был на патентах. Спасибо. Еще раз наше поздравление. На самом деле у нас первые три победителя определились практически безусловно. То есть у нас периодически, как раньше, когда мы выбирали победителя, у нас очень прям был такой разброс. А сейчас у нас прям три человека, которые шли впереди. И в основном, кто давал оценку, они говорили о том, что вот эти три работы они точно заслуживают того внимания, которое вот им уделили. Поэтому я думаю, что сегодняшние наши лауреаты, они прям могут действительно гордиться тем, что они хорошую работу написали. Главное не участие, главное написать хорошую работу. Давайте еще раз аплодисменты нашим лауреатам, всем нашим лауреатам и перейдем к специальным подаркам. Сейчас мы предоставим слово Альянсу в сфере искусственного интеллекта. У них собственная номинация. Вот Дамир и Евгения, наверное, наградят сами. Мы-то, конечно, наговорим много чего, но, наверное, все-таки вы сами вручите призы от Альянса. На самом деле хотелось бы поблагодарить за действительно интересные работы, за то, что вы смотрите не только на теорию, но и на практику, живете сегодняшним днем и устремлены в будущее. Это невероятно полезно, потому что действительно в практике компании членов Альянса в сфере искусственного интеллекта это, наверное, самое ценное с точки зрения прогнозирования будущего, с точки зрения поиска нетривиальных решений, за что вам большое спасибо. Ну а теперь, наверное, озвучит, так сказать. Давайте. Ну, раз все так сложно. Корреки, большое спасибо действительно за ваши работы. Насколько хорошо нас пишут? Большое спасибо действительно за вашу работу, потому что читать вот такие интересные труды, где было видно, что вы подошли не просто с научной точки зрения, выстраивали логику, анализировали, а еще и сами действительно посмотрели, как это работает, вовлеклись в процессы на практике. Это было действительно очень здорово, очень даже отчасти познавательно в каких-то моментах, потому что в деятельности Альянса мы сталкиваемся с некоторыми инициативами, которые прям практически пересекались с отдельными работами. И надо сказать, что они действительно выполнены на очень достойном уровне. Так что большое спасибо за то ваше время, которое вы потратили на изучение этих тем, и я верю, что они вам действительно пригодятся в будущем. И объявляем имена. Да, с первого или с второго? Нет, уже у вас... Хорошо, хорошо. Ладно, у нас первое место получает Александр Александрович Бабенко. Еще раз мы приглашаем Александра. А потом услышали? Да, да, да. Выйдите неплохо. А у нас все в цифровой форме, да? Ну, на самом деле, по поводу призов хочется сказать, что это будут денежные призы Альянса Сферы Искусственного Интеллекта, и здесь коллеги, собственно, отдельно свяжутся, поэтому мы поздравляем. Я про работу рассказал, а так в целом еще пару слов не сказал. В общем, что хочу сказать. Своё участие в этом конкурсе я откладывал на протяжении трех лет, чего-то боялся, искал тему подходящую. Ну, вот, наверное, сейчас нашел ее и очень рад, что поучаствовал в конкурсе и стал номинантом даже в двух номинациях. Ну, и хочу сказать спасибо моей маме, которая верит в меня. Она у меня одна, и хочу передать ей привет. Она, надеюсь, смотрит сейчас. Даже если не сейчас, то в записи точно увидит. Так что маме аплодисменты нашего лауреата. Второе место. Так, ну и второе место в таком случае Иван Сергеевич Вишняков. Без теплов, в цифровой форме. Хорошо, спасибо. Моя работа была посвящена рассмотрению генеративных нейросетей, в первую очередь в аспекте текстовых генераторов, то есть чат-ботов на основе больших языковых моделей. И, пожалуй, ключевую мысль своего исследования я бы выразил в том, что я искал подход к тому, кто должен быть лицом ответственным и обязанным за надлежащее обеспечение функционирования нейросети. И рассмотрев в этом плане регулирование, которое сейчас предложено и введено в ЕС, введено в Китае, предлагается в США, я пришел к выводу, что в первую очередь должны возлагаться обязанности по обеспечению прозрачного, безопасного и законов функционирования нейросетей на лицо, которое я поименовал оператором в рамках своей работы, но сущность которого заключается в том, что он организует и обеспечивает доступ к сервису, посредством которого организуется взаимодействие с чат-ботами на основе больших языковых моделей. Спасибо большое и аплодисменты. Третье место. Кто озвучит? Ладно. Почетное обязанность. Тогда Александр Владиславович Асокин. И тоже несколько слов просим лауреата сказать. Коллеги, всех приветствую. Очень приятно, что оказалось сегодня в этом месте. И моя работа была посвящена в основном аспектам регуляторной политики и регулирования нейросетей, генеративных нейросетей и искусственного интеллекта. Я сравнил опять-таки три модели. Это китайскую модель, которую я называл комбинированной. Далее модель ограничительную, которая в ЕС принята. И модель либеральную, которая из США, которая не предполагает наличие какого-то регулирования. И в целом я все-таки считаю, что нужно ориентироваться на опыт дружественных стран. Поэтому в своей работе сделал акцент на том, что необходимо заимствовать подходы, которые освещены в китайском регулировании. Большое спасибо. Аплодисменты. Мы благодарим, наверное, коллег из Альянса в сфере искусственного интеллекта. Надо сказать, что вы сейчас на передовое регулирование. Буквально на российском форуме по управлению интернетом, о котором мы сегодня говорили, состоялось присоединение к кодексу этики искусственного интеллекта, который как раз администрирует Альянс. Так что можно сейчас воспользоваться тем, что идет трансляция, и призвать интернет-компании активнее подключаться к этому кодексу и к другим проектам вашего Альянса. На самом деле хочется еще раз всех поблагодарить за то, что вы потратили очень много времени и очень глубоко исследовали вопросы, к которым обращались. Это действительно интересно. Это будет, вне сомнения, полезно не только для науки, но и для практики. За это вам огромное спасибо. Ну а на счет деятельности Альянса, конечно же, здесь можно многое узнать на официальном сайте Альянса, присоединиться к декларациям и не только. Почитать кодекс этики. Почитать кодекс этики как минимум будет полезным. Это правда. Спасибо большое. Мы продолжаем. У нас дальше еще специальные номинации. Я еще хотела сказать, что у нас сегодня мы поздравили призера, который занял у нас первое место, Матвей. Я попросила бы еще раз его выйти, потому что у нас немножко запоздал сертификат от ИПАМ и вручит его наш призер 2020 года, практически юбилейный, Владимир Писарев. Вот он вручит сертификат на стажировку в ИПАМ. Поэтому и Владимир вам может потом кулуарно рассказать о всяких сложностях и прелестях работы в ИПАМ, но я думаю, что он сам... Сергеевич, спасибо большое за вашу тему. Очень интересно. Хотел бы вам вручить сертификат от адвокатского бюро ИПАМ. Сегодня, к сожалению, наш руководитель Павел Садовский не смог приехать, поэтому как победитель конкурса прошедшего года вот вручаю вам сертификат, ждем вас на стажировку, обязательно свяжемся. Еще раз спасибо за классную работу. Большое спасибо. Протокольные фотографии, пожалуйста, сертификата можно сделать для сайта, для продвижения возможностей, действительно, что конкурс действительно дает возможность стажировок в таких крутых компаниях, и не только в этой. На самом деле, я хочу похвалиться, потому что компания ИПАМ, она у нас давний наш партнер, и стажировки у нас перерастают в полноценное сотрудничество. И у нас уже несколько коллег, которые получили призовые места, они работают в ИПАМе. Мы держим руку на пульсе, и на это обращаем очень серьезное внимание. Спасибо, коллеги. Мы продолжаем награждение. У нас следующее награждение. У нас вообще должно было состояться награждение Константина Краулина. И вот Илья присутствует и привез сертификат, но поскольку Константин, к сожалению, не пришел, и мы не знаем почему, у нас Илья просто поучаствовал. Поэтому мы рады были просто послушать ваш доклад, и в любом случае были рады, что вы пришли сегодня к нам. Поэтому следующее у нас награждение, это у нас будет награждение от компании Семенов и Пиазнер. Екатерина Калиничева сейчас вручит награду. Перемид Никитович Вячеславович у нас стал победителем этой номинации. Екатерина, ну и несколько слов в целом о конкурсе. Вы же не первый год его поддерживаете, что приятно. Да, мы не первый год его поддерживаем, и мы всегда выбираем такие темы, знаете, с подковыркой. Никита сейчас, наверное, сам расскажет про свою тему, но мы очень рады, и я присоединюсь к словам Марии Александровны. На самом деле это очень здорово, что студентам дается возможность стажироваться. То есть вот Владимир Писарев мы награждали в 2020 году своей специальной номинацией, да, сейчас стажируется там в ЮПАМе. Мы в свою очередь также, когда награждаем победителей, также предлагаем у нас стажироваться, просто иногда наши пути сходятся, иногда расходятся, но это очень классная возможность. Вот сегодня звучала фраза о том, что три года человек собирался в конкурсе поучаствовать. Хорошо, что вы в итоге поучаствовали, и мой призыв, наверное, и к тем, кто сегодня участвовал в этот раз и ничего не выиграл, все равно участвовать и пробовать себя, потому что это такое кружево жизни, и непонятно, когда оно и куда вас приведет, но всегда все делается к лучшему. А теперь я передам слово Никите. Пару слов про вашу статью. Спасибо большое. Очень приятно мне быть удостоенным. Благодарю всех причастных. Особенно приятно на фоне бриотеки, шикарно стоять, быть, по крайней мере, понаходиться. Работа посвящена была моя патентному троллингу. В целом, на фоне того, что и в зарубежной практике это как бизнес-стратегия, в принципе, воспринимается, я подумал, что было бы неплохо немножко развенчать, чтобы, не дай бог, у нас так делать не стали, в качестве заимствования, так сказать. Ибо сейчас модный комплексный подход мне какой-то попробовал найти, может быть, что-то получилось. Поэтому надеюсь, что дальше в этом направлении поработаю. Может быть, что-нибудь еще более интересное придумается. Спасибо. Спасибо большое. Мы подумали о том, что вашу статью можно было бы развить не только в части патентного троллинга, но и троллинга в авторском праве. Если у вас возникнут такие идеи, будет здорово, если вы ее разобьете. Мы, в свою очередь, вручаем вам сертификат и денежный приз летит вам в копилочку. Спасибо. Спасибо. У нас победитель номинации, которую учредила компания «Шарина Легал», победил Комаров Семен Геннадьевич с тем и проблем правоохранной алгоритмов. Во-первых, большое спасибо за то, что предложили принять участие в данном прекрасном конкурсе. Мне кажется, этот конкурс с точки зрения студенческих работ он в России как-то не имеет аналогов именно с точки зрения интеллектуальных, правоавторских, правоохранных, знаков и так далее. Было очень весело, интересно ночью изучать после работы, после суда. Такое вдохновение было изучать и читать. Прекрасно работаю. Очень работа понравилась. Мужская работа сейчас. Подкачанная была. Поэтому спасибо. Зовите еще. Давайте поздравим и попросим рассказать что-нибудь о своей работе. Спасибо, я очень. Спасибо, я очень рад, что сегодня присутствует. Мне очень интересно, что моя работа была так оценена. Раз. Мне было интересно, что моя работа была так оценена, не только по причине крайне сильного состава жюри, но и потому, что сам конкурс очень конкурентный. Мне довелось ознакомиться с некоторыми работами лауреатов предшествующих годов. Я был очень сильно впечатлен, поэтому особенно рад войти в их число. Лично для меня этот конкурс сыграл достаточно большое значение. Я человек в праве интеллектуальной собственности новой. Не так давно начал этим заниматься. Ну и когда ты начинаешь заниматься чем-то новым, перед тобой иногда разверзаются невероятные бездны. И неплохо было бы, чтобы кто-то тебя сориентировал к тому, чтобы с какой-то определенной стороны к ним подступиться. И в этом смысле конкурс, он для меня сыграл вот эту вот направляющую роль. Задал направление, определенные рамки для работы, за что я отдельно очень благодарен. Спасибо. Моя работа была посвящена правоохране алгоритмов. Алгоритм я рассматривал как некоторый элемент программы для ИВМ. Рассматривал его и вне контекстуально, поскольку это все-таки категориальный объект, междисциплинарный. И в контексте различных институтов правоинтеллектуальной собственности рассмотрел его совершенно по-разному и в авторском праве, и в патентном праве, и в ноу-хау, и как объект для защиты коммерческой тайны. Постарался выявить проблемы там, где я посчитал, что они есть. Постарался не притягивать их за уши там, где посчитал их отсутствующими. Получилось у меня сделать предложение. Это введение в документы Роспатента классов патентоспособных и непатентоспособных программ. С конца прошлого года Китай начал некоторые элементы такой классовой системы вносить. Отдельно я хотел бы поблагодарить еще не только организаторов, а одного из участников этого конкурса из 2017 года. Его фамилия Тимур Зиев, я, к сожалению, не помню имени. Он написал работу о том, нужна ли нашей стране патентная охрана программного обеспечения. И он тогда именно был первый, кто высказал идею о том, что, возможно, неплохо было бы ввести вот эти классовые элементы. Но на тот момент он предложил это сделать путем внесения изменений в 1350 гражданского кодекса. При этом сам же отмечая о том, что, ну, вообще-то, на самом деле, идея кодифицированное законодательство Корежить не очень хорошая. Вот поэтому на основе его предложений, того опыта, который за эти года прошли регуляторы других стран, я предложил все-таки это сделать на уровне ведомственных разъяснений. И что еще хотел бы отметить, это то, что у нас в авторском праве принято считать, что у нас не охраняются достаточно абстрактные элементы. Ну, в принципе, презумпция такая есть. Но фактически у нас алгоритм компьютерной программы, даже вне рамок его выраженности в коде, вполне себе прекрасно охраняется институтом переработки произведений, видим, в части модификации программ. Такая практика в наших судах уже есть. Она ничем, в принципе, не уступает практике, которая есть в западных правопорядках. Вот поэтому не нужно отчаиваться и почаще ее применять. Спасибо. По-моему, это была работа его магистрская, и он в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербургском государственном университете защищался, если я не правильно. Поэтому неудивительно у нас, Санкт-Петербургский университет славится своими специалистами. Ну, может быть, там больше людей, но архивов все знают. Поэтому у нас, на самом деле, в этом году такой состав, который показывает, что... Да, без фотоков. Да. Ну да, палочку не поставил. Не согласился. Вот, все. Спасибо большое. На самом деле, очень здорово, что у нас сегодня очень разно-порядковые работы, и все могут о них интересно рассказать. Спасибо. Я так понимаю, что мы на этом можем поблагодарить всех участников нашего мероприятия, открытия недели интеллектуальной собственности в России, и считать церемонию награждения лауреатов 9-го Всероссийского молодежного конкурса работ по праву информационных технологий и интеллектуальной собственности закрытой. Ждем уже на 10-м юбилейном конкурсе. Я уверен, что вот те лауреаты, те номинанты, которые сегодня выходили и рассказывали про свои работы, они вас воодушевили на то, чтобы действительно вот три года надо было ждать, смотреть, присматриваться и все-таки подать свою работу на конкурс и выиграть. Вот хороший пример. Ну, а нашим телезрителям, те, кто нас сейчас смотрел, мы говорим, следите за нашими публикациями. На этой неделе их будет очень и очень много. Спасибо большое. До новых встреч. До новых встреч.